Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать котлетки из брокколи. Если кто не слышал, если кто не видел, давайте вместе смотреть и пробовать то, что у нас получится. Итак, мы сначала отрезаем вот эти вот соцветия, потому что нам нужны только они. Ствол от этого брокколи нам в этом приготовлении не понадобится. Итак, что у нас тут готово? Вот такое деревце у нас осталось, мы его убираем, оно нам не нужно. Теперь аккуратно делаем вот что. Сторону сюда и вот так вот мы их все цветочки аккуратненько отрезаем, чтобы они у нас остались в миске, а хвостики утилизируем. В данном случае у нас достаточно ёжиков на улице, которые только скажут спасибо за такие хвостики. Так, вот что у нас получилось. Сейчас нам нужно сделать так, чтобы эти цветочки превратились в однородную массу. Легонечко колотушкой мы их трамбуем, доводя постепенно до однородной массы. Затем мы берем вот такой вот нож и аккуратно ножом измельчаем. Отлично. Первая часть готова. Сейчас мы немножечко добавим сюда рапсового масла, буквально одну столовую ложку, не больше. Есть. И добавляем панировочные сухари. Достаточно. Так, теперь нужно все это очень хорошо перемешать. Чтобы у нас получилась хорошая консистенция этого теста, консистенция, вот, нужно добавить немножечко воды. Готовенько. Еще раз перемешиваем. Ну, отлично. Вот какая прелесть получилась. Соль можно добавлять по вкусу, можно не добавлять, кому как нравится, но сейчас мы буквально одну маленькую щепоточку этой соли добавим. И вновь перемешаем. Вот у нас получилась такая вот густая масса. Сейчас из этой массы мы будем лепить котлетки. Но, прежде чем мы приступим к котлеткам, мы должны подготовить начинку. Начинка у нас сегодня будет английский сыр. Вот такой вот. Как он называется? А как он называется? Пардон, это французский сыр. Окей, хорошо. Пусть будет французский сыр. Думал, что у меня есть чадар, но нет его. Ладно. Так. Готовим квадратики сыра. Как говорится, такой сыр был, такой мы и взяли. Нарезаем аккуратно квадратики. Вот. Эти квадратики мы потом будем в качестве начинки вложить в наши котлетки из брокколи. Готовы? Вот, пожалуйста. И сейчас мы приступаем к скатыванию наших котлеток. Так. Берем. Делаем такую вот котлетку. Ничего не рассыпется, ничего себе не случится. Берем несколько квадратиков нашего сыра и закладываем в нашу котлетку. Делая вот такой вот шарик. Ну, а теперь мы приступаем к приготовлению наших котлеток из брокколи. Много масла мы не наливаем. Разогреваем нашу сковороду и укладываем наши котлетки на сковородку. Так. Ну-с. Начинаем. А-а-а, развалилась. Ну, бывает. А что, она поднял. Мус, обжариваем и ждем. Обжариваем и ждем. Одна у нас развалилась. Ну, ладно. Зато другие будут похожи на котлетки. Ну, что ж. Вот и все. Желаем всем приятного аппетита.